Ура! Новый влог начинается с того, что мы едем на дачу. Как всегда, очень поздно встали. Сколько всего мы собрали. Это продукты, которые из лавки заказали. Тут наши вещи, сумка. О, кстати, вот это надо, не забыть. Это можно и сюда положить. Продукты, постельное белье, на всякий случай, суперчистое. Потому что я давно на даче не была, не знаю, уже забыла опять, что там есть, что нет. Поэтому столько всего набрали. Так что вот, готовим дом. Консервируем, скажем так. Вивочка, быстрее собирайтесь, мои хорошие. Так что, сейчас поедем. Видали, какие мы модные, новомодные, ультрамодные? Я, розовый друг. А ты? Кто твой персонаж? Голубой индюк. Алин, персонаж какой. Почему я в папинах носках сижу? Мурочка моя. Идешь к маме на ручки? Я посадила сюда, чтобы она не убегала. Потому что она знает, что мы уезжаем, и она всегда прячется куда-нибудь. Все, поехали. Ребята, мы уже в машине. Такая видеоблогерка. На самом деле, позавчера мы со Славой снимали реакцию на мои старые видосы, закрытые. И потом я еще какие-то видосы посмотрела. Ну, не совсем старые, а такие, типа, в течение трех последних лет снятые. И я прям вдохновилась. Офигеть, я сама себя вдохновляю. Мы приехали в Макдону. Шесть наггетсов. Два кисло-сладких соуса. Да-да. Две картошки фри? Две картошки фри большие. Какая еще? Два сырных соуса. Большой зеленый липтон. Большой зеленый липтон. И то, что ты хочешь. Биг Тейсти Джуниор или Биг Мак? Биг Тейсти. Нет, Джуниор. Комбо. А стакан? У нас стакан. А я не запрошу. Нам не дадут из-за того, что мы кофе не забываем. Ну, ладно, нахер нам эти стаканы? У нас уже их три. Уже места нету. Сейчас в Макдональдсе, кстати. Цельный соус есть? Две. В общем, если на видосе реакции наберется много просмотров, лайков, я по комментариям пойму, что люди реально очень ждут и хотят, чтобы мы сняли реакцию на еще старые видео на Лондон, когда я поехала туда учиться, потому что это вообще трэш. Я даже не помню, что там в этих влогах, но помню, что что-то жесткое и то, что я там вообще очень плохо выгляжу. Но там было много реально классных приколов. Сейчас мы заедем на рынок, купим мясо и фруктов. Так, мы приехали в Арполь. Рынок, так называемый. Здесь я постоянно фруктики беру, мясо. Так что сейчас мы здесь возьмем свининку. Они что, закрыли здесь вход? Что? Капец, зай. На санитарном образовании. Я даже не понимаю, почему нам всегда так везет. Что залажа такая? Ну, на самом деле, у нас дофига еды. Мы можем и без свинины. Еще у нас с собой есть стейки, семки, поэтому мы можем их пожарить вообще без проблем. Люди сюда приезжают, паркуются, а в итоге получают шиш. Как можно было? Как можно было закрыть на какую-то санитарную обработку? Ведь сегодня первый день, когда закончился лайкдаун. Придется просто тупо ехать. Я решила задать в своих сторис, сделать окошко для вопросов, чтобы задавали вопрос Славе, потому что Слава в блоге не снимает. Он снимает только реакции. И как же нам узнать его получше, как человека? Мы же все вместе с вами вышли за него замуж. Мы должны знать о нем все. Ну ладно, короче, вы задали ему вопрос. И много, достаточно вопросов. Сейчас я найду классный вопрос, зачитаю его тебе, а ты ответишь. Вот, классный вопрос. Я думаю, что парни просто по-своему это переживают. Я не думаю, что парни легче это переживают просто по-своему. А ты думаешь, что есть такая фигня? Знаешь, очень часто так бывает. То есть, что на нас можете смотреть, смотреть на дорогу? Я так и делаю. Это важнее. Я так и делаю. Короче, есть такая фигня, что когда парень с девушкой расстаются, девушка плачет, например, месяц, а парню пофиг, а потом наоборот становится. Парень вспоминает, как было, начинает там переживать, расстраиваться, плакать, возможно. А девушке уже пофиг. Да, так бывает. Вот, вы представляете, да, как все устроено? Насколько женщины и мужчины разные? Она с Венеры, он с Марса или как там? Хороший вопрос здесь. Как у тебя дела? Как дела? Крутой вопрос. Неординарный такой, необычный. Все хорошо, нормально. А у вас? О, отличный вопрос. Что отличает Юлю от других девушек? Ну... Не знаешь, да? Нет, я знаю, просто формулирую. Ну, на самом деле, многое. Юля... Во-первых, Юля входит в 15% людей, у которых первая... Первая отрицательная. Да, первая отрицательная. Как минимум. Да, мы просто тут этим вопросом тоже интересовались на досуге. И я вообще давно, в принципе, об этом уже думала. Еще с детства мне мама об этом говорила. Ну, про всякие резус-конфликты, когда дети рождаются, чтобы их не было. Ну, короче, и просто так получилось, что я полюбила мужчину, у которого вторая положительная. У меня первая отрицательная, и как бы, вроде как, все против нас, но мы все равно друг друга любим. Ну, короче. Вот, и выяснилось, что, да, оказывается, с отрицательной, первой отрицательной кровью 15% людей в мире. Охренеть, типа, мы очень необычные. Мы отрицательные персонажи. Ну, то есть, только это меня отличает от других девушек? Первая отрицательная? Ну, нет, не только это. Ну, ты отзывчивая, ты добрая. Ну, таких полно, да. Есть люди даже, знаешь, волонтерством занимаются. Ну, таких, как ты, нет. Короче, чего глупые вопросы задаете? Просто ему понравилось, и все. Так, как понял, что влюбился неинтересно. Ты сразу понял, что хотел бы с Юлей построить семью в дальнейшем. Если ты скажешь, типа, не вообще, блин, думал, что мы, наверное, расстанемся через пару дней, это нормально. Да, я знаю, и я такой... Так и думал. Так и думал, да. Реально, ты думал бы так ненадолго? Ну, ты мне понравилась, я не планировал ничего на 5-6 лет вперед. Ага. Как оказалось потом, что это сбудется. Ну, да. Ну, я помню, когда мы с тобой встречались, по-моему, мы с тобой год встречались или что-то такое, и я помню, что я почему-то так нервничала, меня так бесило уже тогда. Ну, типа, мне не хотелось, типа, 3 года, ну, с одним повстречаться, 3 года с другим. Ну, короче, ну, понятно, как у, там, ну, ладно, не любых, и не у всех девушек, там, мысли в голове, но мне не хотелось, там, до 30, грубо говоря, лет ходить, там, без мужа, без детей. Не, кому-то норм, кому-то это нравится, и все устраивает, а мне вот не хотелось. Мне хотелось, чтобы уже, ну, как-то стабильно, серьезно все было. Почему Славе дали именно такое имя? Нравится ли оно ему? Хороший вопрос. Я вот уважаю его имя. Ну, мне нравится. То, что подходит оно мне или нет, другой вопрос. Назвали меня в честь моего деда, который тоже Славу зовут. Очень сильно повлиял на, ну, на мою жизнь и на мою, ну, и на жизнь мамы моей. Ну, разумеется, он же ее отец. Ну, да, поэтому она решила, что назовет меня в честь своего отца. Вот так. Да, ну, есть некая поправочка, я не знаю точно, правильно ли я рассказываю или нет, но в какой-то момент, когда твой дедушка пришел в, там, паспортный стол, да, когда-то, у него спросили его имя, он сказал Слава, и, короче, там, видимо, его записали не Вячеслав, а Станислав. То есть по паспорту он Станислав, хотя при рождении его называли как Вячеслав. Они родились в деревне Шарпены, по-моему, где-то, ну, в Приднестровье. И там, конечно, сельское вот это вот... Ну, никто не разберет Слава, Слава. Но, с другой стороны, чего твой дедушка сказал Слава, нельзя было полное имя сказать? Я не знаю. Ну, короче... Брат мой Ярослав. Да. Ну, с фантазией у нас все окей. Я вообще, мы тут со Славой как-то дико ржали. Я говорю, прикинь, у тебя бы фамилия была Станиславов, имя Вячеслав, а отчество Ярославович. Станиславов Вячеслав Ярославович. Это просто... Ну, что-то мы ржали, типа, если бы так сложилось. Короче, да, вот так. Ну, тебе нравится твое имя-то? Вопрос не подходит, а подходит. А нравится Лена тебе? А, ну, мне нравится. Да, я же ответил. Да. Ну, хватит, ну что, все. Чего? Я утомился уже отвечать. Да, ты чего? Ну, реально. Чего? Есть ли у Славы татуировки? У меня есть. Да, я помню, в каком-то влоге, ну, во многих бывает, я твою ногу палю с татуировкой, и люди в комментариях потом такие, типа, что? Типа, что, у него есть татуировка? Я вообще кайфую от того, что у него есть татуировка. Конечно. Сделал я себе бардак, 18 лет, ребят, не советую. Да, подождите, когда чуть постарше еще станете. Нам ехать час 40. Да. В 7 часов будем на месте. Вот такой профессиональный вопрос тебе. Можно научиться играть на фортепиано во взрослом возрасте, с нуля, нет музыкального слуха? Ты как профи. Ну, я не пианист, поэтому это не очень ко мне вопрос. Но я думаю, если есть чувство ритма, я думаю, что можно. Что же мне хотелось вам рассказать, пока мы отсутствовали на ютубе? Конкретно я рассказываю. В последние новости. Я поменяла все документы по всем параметрам и документам. Я басил, но остался лишь один документ. Документ на машину. Вот его я не поменяла. А что еще, по-моему, все остальное поменено. А, еще мне надо сделать печать к ИП. Короче, мы только что со Славой угорали. Ну, как угорали. Представили такую ситуацию, что есть тиктокерская... Короче, все началось с того, что я начала включать... Мы слушали Монте-Карло, всякие старинные музыки. Это я тоже люблю, но Слава это просто обожает. Ну, суть не в этом. А я начала включать всякие модные треки, типа... Моргенштерн, Доджа Кэт, типа... Blackdown, Сука Гет Даун. Короче, такие. И я вот так вот, типа, делала всякие штучки. И мы ржали с того, что, типа, Слава как будто это подростка со школы забрал на дачу и везет на выходные. Типа, сразу вспомнил свое детство, как дедушка меня с садика со школы забирал. Короче, мы поугарали с того, что, прикинь, если бы была школа тиктокеров. Вот именно... Ну, там есть какие-то, да? Там, не знаю, люди, которые обучают. Еще что-то, может, кто-то встречается друг другу, помогают, обучают. Ну, сиди в этом. Я говорю прям про реальную школу. Нет, прям есть реальная школа, о чем-то я же тебе сказал. Просто реальная школа. Ну, как доп. образование. Ребенку некуда, дети отправляют туда. Не понимаю, объясни. Что это за школа? Что там происходит? Учат снимать. У них там всякие эти... Ну... Вот эти технические моменты. Локации, фоны. Локации, фоны. Короче, я говорю... Переходы. Типа, прикинь, вот прям как... Ну, вот обычную школу. Типа, утром собирают ребенка в школу. Там рюкзак. И в рюкзак ему кладут всякие реквизиты. Там, типа, очки, какие-то кофточки разные для передевашек, для всяких смен. Типа, имиджи и так далее. Есть прям теория в школе, где сидят с учителем, разбирают новые эффекты, переходы, монтаж. Обсуждают, кто там что сделал. Например, обязательно есть уроки танца. И там снимают... И там учат танцам именно не таким всяким там, да, как в школе в обычной какой-то обучают разным стилем танца. Там брейк, еще что-то. А именно танцы на вот популярные треки. Ну, типа вот эти всякие. Там типа... Я вообще не умею. Мне надо такую школу. Вот. И там прям учителя дают задания на выходные. Детям говорят то, что вот, вам надо пойти на выходные куда-то с родителями и обязательно снимите. Вам нужно снять несколько разных танцев. Вот. Клево. А тем временем мы все еще едем на дачу. Нам еще 40 минут. Интересно, насколько там грязно. Я уже жду-не дождусь увидеть опять кучу дохлых мух. Дохлых мух. Очень сложно выговаривать. Дохлых мух. Дохлых мух. Дохлых мух. Дохлых мух. Дохлых мух. Че ржешь? Дохлых мух. Дохлых мух, дохлых мух, дохлых мух. В общем, надо будет их всех запылесосить, если они там валяются. Ненавижу их. Это как какая-нибудь это... Волшебное заклинание в Хогвартсе. Дохлых мух. Дохлых мух. Кстати, по поводу Хогвартса. Скорый январь. Мы всегда со славой в январе пересматриваем Гарри Поттера. Не только мы все, по-моему, пересматривают в январе. Потому что в январе... Не, не обязательно. Потому что в январе СТС, СТС, ТНТ, они там пере... Ну, у них... Они не в январе. Они показывают. Вот сколько раз мы на дачу приезжали к моим родителям, у них там телевизор работает. Каждый раз, твою мать, там Гарри Поттер или этот... Марвел идут все части, блин. Надоело уже. Я думаю, блин, ну я это уже наизусть знаю. Я специально, когда там идет Гарри Поттер, я специально не смотрю и не слушаю, потому что я... Ну, не хочу, блин. Я хочу в январе смотреть. Меня это жутко напрягает. Так что едем. Будем смотреть на новый класс. Ой, да, у нас же телек вообще... Сколько у нас там дюймов? 75. Ах, нет, блин, телек, это просто пушка, ребят. Если не знаете, что такого классного купить для дома... Купите телек. Если вы любите смотреть телевизор, ну, я имею в виду там всякие ютубы, сериалы, прям рекомендую. Мы так кайфуем, это просто кошмар. Я сейчас уже так привыкла, но я сейчас знаю, что мы прием на дачу, там у нас телевизор стоит далеко от кровати и не столько дюймов. Это будет, конечно, капец. Как будто смотришь, блин, в телефоне видео. Мы приехали на заправку, но не заправляться. Бензина у нас достаточно. Слава хотел кофе, потому что в Макдональдсе он так его и не взял. Я тоже буду капучино. Вива в магазине. Хорошая заправка. Много тут всего есть. Это один день из жизни Вивы. Знаете, когда мы со Славой смотрели старые видео, и потом, когда я дома смотрела свои старые видео, я поняла, как много я снимала интересных мест. Вот, например, сейчас очень же интересно. Да, Вивочка? Вивочка-путешественница. Вива у нас супер малыш. В дороге себя отлично чувствует. Любит зайти в какие-нибудь магазины, заехать на заправку, взять кофе. Да, Вив? Любишь? Сейчас приедем гулять пойдем. Будем гулять? Такой, ну смешной. На, 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 я тебе взяла. Вот они. Только такие. Ну как? Все же, нужен сахар? Или топпинг? Я не люблю топпинги. Красители какие-то. Это шоколадный топпинг? Харамин. О, вкусно? Ну, шоколадный. Ха, клево. Танцуй, как тупоест. Танцуй, как тупоест. Ай! Странный факт о Славе. Он всегда, когда покупает кофе и пьет кофе за рулем, всегда держит его в руках. И очень редко ставит его в этот подстаканник. Не знаю, на кой черт, но он почему-то любит держать его всегда в руках. Я не знаю, как вы до этого жили без этого факта, но... Это очень странно. Ну, просто я так никогда не делаю. Я, типа, вот я взяла напиток какой-то, он у меня стоит вот здесь, да, где ему и место. И я, например, захотела попить, я достаю... Сука, горячий. Достаю, попила. Попилом. Попилом. Не поставила она мне там? Он прям едет с ним, любит ехать с ним, вот размусоливать. Не знаю, странно. А еще, кстати, вот эта трасса, заправка намного круче. Там в Непольске кофе с карамельным и шоколадным топиком есть. Трасса ни разу там кофе не брал. Я думаю, там вообще отстойно. Что? Конечно. Ты гонишь трасса? Шелла и Газпрома, я не знаю. Трасса круче всего. Там магазин, блин, как вообще продуктовый заходишь. Там офигенно. Там и колбаску можно купить, и хлеб можно купить. Ты что, ни разу здесь не был? Ну, может, был один разок, но фиксу. Это самая офигенная заправка. Насчет кофе я не уверен. Там все есть. Ливочка сказала, что она поедет на дачу только при том условии, если будет светить солнце, и она будет гулять. Но как ей объяснить, что в это время не может светить солнце? Красивый кадр. Виф, ты в кино снимаешься. Бокер. Я называю это Бокер. Наконец-то мы приехали. И настроение у всех супер повышеннее. Вифочка попила. Попильнон. Короче, у нас был целый гемор, потому что холодильники были выключены. Вот это было в подвале. Еще кулер здесь стоял, он тоже в подвале, но мы решили, что нам он пока не нужен. Нам хватит и это. Я налила Вифочки водички, Слава подняла здесь подвала, воткнули холодос. И сейчас будем разбирать продукты. И у нас тут много всего, и пельмени надо скорее в заморозку. А холодильник не холодный. Короче, капец. О, наконец-то ты пьешь, мой ангел. Пей, мой ангел. Как всегда, мои любимые соки. Даже не знаю, зачем мне столько на сутки. Вдруг у меня будет сильная жажда. Так, это тебе не дайте. Ну-ка, защёлкивайся. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день зашло, пока мы с вами не виделись. Я дома убралась, помыла полы, навела красоту, вообще всё чики-пуки. То есть всё, уже оставалось чисто ванну помыть, а там туалет, пыль протереть, и можно кайфовать. Вивочка, не плачь. Вивочка плачет, почему? Ты чё, Плюх? Она спуститься хочет. Короче, Слава такой здесь, значит, моет рыбку, курочку, чтобы мы пожарили. И вдруг пол мокрый. Мы такие, типа, чё? Мы такие думаем, почему же мокрый пол? Что ж ты такое? Короче, у нас там отошла труба слива. Там вам не видно, но суть не в этом. И всё, короче, потекло сюда, в подвал. Мы вот всё протирали тряпками. Всё, зато полы помыли внизу. Короче, разобрались. Сейчас покажу вам, что происходит в подвале. Сука, блядь! Короче, а тут вот что ли? Мы, конечно, обосрались, не по-детски. В общем, вот труба слива. Она отошла, эта труба опустилась, из-за этого у нас наверху вышла другая пластмассовая труба, которая входила в эту, как бы слив. И, короче, здесь начало всё лить. Мало того, из-за того, что у нас всё в пол, короче, затекло, и здесь мокрое. Посмотрите! Да ну нахер эту жизнь взрослую! В общем, вот это мокрое. Ну, это ладно, это как бы пофиг, всё высохнет. На подвал вообще, на самом деле, пофиг, потому что здесь как-то раз вообще жутко затопило, но я не была свидетелем этого. В общем, так. Так что... Так что... Зай! Зай! Ответь, пожалуйста! Собака беспокоилась. Зай! А! Ха-ха! Ну, блин, как ты мог подумать, что со мной что-то случилось? Там же не было следующего звука. Но было весело твои нервишки помотать. А сейчас ты помотаешь. Нет! Ну что, Петрович? Знаешь, Петрович, я считаю, пи***ю эту взрослую жизнь. Да ладно, нормально всё. Я сразу так тебе и сказал, в чём проблема. Чудовище. Сколько тебе лет, девочка? Девочка. Ну, не нервничай. Нам пришлось снять вот этот поддон, ковёр тоже весь мокрый. Ну, мы его сейчас обратно положим, просто наступать не будем, он высохнет. Мы его сначала туда положили, поэтому там теперь мокрое. Кретопитеки. Осторожно, осторожно, смотри на задний свой конец. Ой! Тут я полы помыла. Всё, я вижу, как ты нервничаешь. Все интересности происходят без тебя. Так что, ребята, если вы думаете, что вы взрослые и готовы ко всему, это, конечно, похвально. Но я наверняка скажу вам, что вы ни хрена не взрослые. Что взрослые мы, именно мы сразились с мокрыми тапками. Вон, видите, весь мокрый. Ну, что он, всё высохнет. Бевочка, а ты что тут ошиваешься? Кыш, кыш! У меня хоть одни сухие тапки остались вообще в этом доме. Продолжаю уборку. Тут ещё много чего убирать. Здесь опять помыла полы. Вот наша рыбка. Тут надо всё протереть, помыть. Всё! Здесь это наши испорченные полотенца, которыми мы вытирали пол, потому что больше ничего не было такого под рукой. И обратите внимание, какая жёлтая раковина. Видите? Она жёлтая, потому что на даче вода такая, и несмотря на то, что здесь стоят фильтра, всё равно она не может быть такой белой, как в Москве. Поэтому сейчас всё это помыть. Трик, это море, осуществлено, там, где вы по Устала, как собака Убрала Все, помыла полы Пыль протерла Тут все убрала, мы уже покушали У нас были куриные ножки На костре Все тут тоже помыла Протерла Ковер до сих пор слегка мокрый После затопления нашего Тут тоже все помыла, раковину помыла Ванну помыла С Вивой чуть прогулялись во дворе Виву помыла, ноги точнее ее Туалет помыла Сейчас уже час ночи Вивушка лежит Да, привет, малыш С фламинги своим волен он Ну как тебе на даче нравится? Скажи, солнышко Нравятся собачки? Вивочки-собачки Пойду смывать макияж, потому что я реально устала Я хочу просто лечь Открыть окно и дышать свежим воздухом Деревьями Так что все на этом Я с вами прощаюсь Надеюсь, что вам понравился влог Надеюсь, что все было интересно, классно Возможно, он получился коротким Но вот так Пока Пусек Короче, к нам пришел Пушок Я тут сижу с ним уже не знаю сколько Потому что я ему говорю Пойдем, пойдем Сначала он спал здесь В дедушкиной комнате Вот тут Он лежал Он вообще любит гулять на улице За ним присматривают соседи Кормят его все И он пришел Мы его запустили в дом Конечно же Давно уже Пуся, пошли Я ему здесь его Этих съедобных Любимых штук положила Кошачьих Водички налила Корм Вивочки ему даже отдала Пошли, малыш Ты идешь? Ты хочешь уйти? Пойдем, пойдем Кс-кс-кс Пошли Я ему предлагаю пойти к нам наверх А он не хочет Пуся Малыш, ты хочешь пойти туда? Он уходит Маленький Пушок Я тебе говорю Если ты сейчас уйдешь Мы тебя уже не запустим Мы спать будем На улице холодно Пуся Все, он решил уйти Я очень друщу Ты уверен? Иди, ладно Хвост убери Ну, теперь как мне спать ночью Переживать буду А вдруг он на самом деле Сомневается, что он этого хочет Я сейчас свет включу Что вы видите Ах, господи Ой Вдруг он не хочет уйти Пушок, ты уходишь или пойдешь? Иди домой Пуся Кс-кс-кс Кс-кс-кс Иди сюда быстро Кс-кс-кс Заходи Короче, все Он не хочет Грущу Теперь буду грустить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому